В День знаний отмечает юбилей школа-посёлка Искателей. В далёком 75-м году открылось 8-летнее учреждение. За парты сели около 200 учеников. В 79-м году школа становится средней и расширяется до 10 классов. Сегодня здесь обучается более 800 учеников с 1 по 11 классы. Изначально школа состояла из одного деревянного здания. Оно строилось силами жителей посёлка-геологов. Среди них были родители нынешнего учителя Искательской школы Марины Гурьяновой. Здесь раньше было много грибов, голубики, лес стоял. Потом родители наши и геологические компании решили построить школу для нас. Строили всем миром, можно сказать. Мои родители в частности. Тогда они и представить не могли, что их дочь свою жизнь посвятит работе именно в этой школе. Марина Валерьевна 35 лет обучает малышей. Как говорит вторая мама для сотен выпускников, мечта посвятить свою жизнь именно обучению и воспитанию подрастающего поколения появилась ещё в детстве. Всё детство, вернее, мечтала быть учителем. Играла в куклы. Писала в маленьких тетрадочках, проверяла. Потом пошла учиться. Сначала в наше педучилище, потом в Аркангельский педуниверситет. За 40 лет работы искательской школы изменились образовательные стандарты ученики, учителя и сама школа. Одноэтажное деревянное здание дважды достраивалось. И если изначально в нём обучалось 170 школьников, то на юбилейный первый звонок пришло более 800 учеников. Гостями праздника стали родители и выпускники прошлых лет. По традиции поздравить первоклассников с первым сентября в стены родной школы приехал и глава региона Игорь Кошин. Вы знаете, когда смотришь и заходишь в специализированные классы физики, химии, биологии, порой поражаешься и очень сильно хочется сесть за парту и вспомнить то, чем мы учили когда-то. Честь подать юбилейный первый звонок выпала выпускнице школы 99-го года Татьяне Ударовой и её дочери-первоклассница Софье. Когда пришло время выбирать школу для дочери, Татьяна ни секунды не сомневалась. Конечно же, искательскую. У меня выбора не было. Я живу здесь в искателях давно, сама была в этой школе. Естественно, я знаю, здесь какие учителя, какая подготовка. Меня всё устраивает. Естественно, моя дочь пойдёт. Пошла даже туда, где я училась. И Татьяна не прогадала. Три года назад в школе открылся профильный Роснефть-класс, ученики которого имеют право поступать на целевые места в Ухтинский государственный университет. А вскоре учреждение перейдёт на новую программу обучения. Эта школа, как многопрофильная школа, мы пытаемся соединить общее образование с дополнительным образованием. Кроме того, это увеличение профилей в старших классах, более активное сотрудничество, может быть, с другими социальными партнёрами, которые мы будем находить. Открытие в одном классе двух профилей, как в этом году у нас произошло на базе 10 класса. В одном классе у нас будет и физико-математический, и социальный профиль. В 40-летний юбилей педагоги и ученики мечтают только об одном – строительстве для поселковой школы нового здания, которое будет соответствовать всем современным стандартам.